всем здрасте сегодня будем дегустировать суп из перловки давайте вам покажу сегодня его сварил в казане вот картошечка вот перловочка мясо овощи все из курочки куриные уже слюнки чесночок все как полагается морковочка что еще есть вот что я пускаю сюда стручковый фасоль так сейчас мы с горчичкой сальцо вот я достал уже будем потреблять уже слюнки текут вчерашнего вечера ничего не ел стало это наркотик поэтому наверное тоненько прям на режу чтобы вот так было вот аккуратненько его вот такая слоенка сейчас покажу вот шкурочка все как полагается уберу буду есть без лучка сначала хотел сделать рассольник но потом просто подумал а почему просто обычный супчик не прокатит не прокатило дальше кстати пущу сюда сухарики сухарики из белого хлеба это еще добавить супу такой прям изюминку все в животе лучит не могу время 12 часов дня как раз ладно ребята не буду вас тонить любители наверно много посмотреть горчичка получилась очень-очень острая прям ядреная пахнет да вы ложите ложите суды мата вы мажьте мажьте суды хлеб маслом да я мажу нет вы кусками ложите так вот вот такой вот замечательный сейчас получилось перловочку вообще я люблю так а вот сальцо слоеная приступаем это сухарик возьму божественно и чё говорят то что перловочка не до цене не о до цененая крупа ни в коем ради очень полезная вкусная сальцо замечательно бомбический супчик сюда я еще пустил укропчик зелень все это дело варился за мне часа два на 1 его варился не больше до китаж из носа выходит он проследился весь так еще кусочек хлеба сальцо почему-то принято считать вообще перловку это диетическим продуктом ну а перловка вы можете как-то это уже не новинка это уже крупа давно как бы сказать потребление поменьше немножко сделаю а иначе прям гибряненько вот мажем сопли пробили ммм чудовиально у нас в армии когда служила людей кто с маленьким весом вот их всегда подкармливали то есть дополнительное дополнительно питание дополнительную пальку выделяли не знаю почему вот у нас когда я служил много таких людей было всегда когда приходит на обед на ужин вместо одной положенной порции полтора два зависимости от веса но через месяца два-три у этих худых вот такие пачки становились вот я про просто не сболтаю не собру вот они настолько ленивыми становились но это армия она никого не сделает чересчур толстым и как это правильно сказать ну вы поняли меня просто просто сальцо история такая сальцом была у нас когда тоже кстати опять вспомню армию я служил очень далеко но в зависимости от того региона где я проживаю вот это порядке 7000 километров город усырий такой вот и как то в один прекрасный день мне родители прислали посылку посылки соответственно там рыльно мыльно сигареты до сих пор еще помню петр первый вот и два шмотка вот таких копченого домашнего сала это посылка как только в чай занесли она таким ароматом просто наполняла весь штаб и соответственно меня сразу вызвал зомполист и сказал ну что говорит рядовой Григорьев наркотик наркотик присылает вам родители я говорю какой наркотик ну как какой на всю часть говорит запах чувствуется открывай открывай вот и тогда не знаю может правила такие были может что но все посылки скрывались для того чтобы не прислали там спиртное и многое другое запрещенные вещи продукты питания в армию ну и вот как только открыли посылку вот этот аромат и вон коптерка как это правильно назвать кабинет сразу наполнился салом запахом копченности таким прям ароматным что у него даже усы поднялись он такой усатый сам по национальности хохол но это никак не имеет сказать я не говорю что это плохая нация нету плохой нации есть плохие люди вот как перловочка и сальцом вот это все просто заставляет уже моему желудку быстро наестся просто шедевр просто шедевр последний кусочек наверно сальца нужно доесть вот вот аккуратненько сейчас его порежу вот так вот еще оп и будем доедать во рту тает вот кстати это мясо вот это стало с деревни при везде это домашняя свинья точнее не домашняя свинья вывешенная в домашних условиях без всяких подкормки канцерогенов там всякой другой шляпы не нужны для нашего организма вот и поэтому он такой насыщается просто просто вкуснейший сейчас магазин привозят просто просто я не знаю ну не мясо наверное а можно сказать отрава у меня знакомый он занимается перевозками перевезками живых а животных в живом виде едет в южные районы где свинокомплексы все синарники где выращивают уже поголовья большими партиями вот и он рассказывает то что за два за три месяца свинья набирает порядке 60 70 килограмм это самое такое ходовой вес вот где свинья и не толстая и не худая а чем их кормят знает только сами как это правильно назвать производители наверное сами хозяева этих учреждений ведь все хотят денег заработать и на качество просто напросто всем по барабану но об этих вещах конечно можно разговаривать долго вот я все вот покушал все пустая тарелочка поэтому всем приятного аппетита готовьте вкусно готовьте много особенно перловочку вот из перловочки очень много всяких разных блюд можно сделать поэтому будьте здоровы живите богато а мы вам построим новую хату всем пока подписывайтесь на канал вот кому понравилось напишите там в комментариях критикуйте можете писать все что угодно я это воспринимаю нормально всем пока 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 что пока пока не